Вообще Кавказ это очень интересный регион. Не зря и Пушкин, и Лермонтов, и многие русские писатели или жили там, или проехали, или просто когда чувствовали Кавказ. Я, конечно, неоднократно был на Кавказе, раньше тоже, в конце 90-х и в начале 2000-го года был несколько раз. Тогда советником посла я работал здесь. Я на этот раз был в Осетии и в Ставрополе. В Осетии состоялись очень хорошие встречи с главой республики, с премьер-министром и с разными просто политическими, культурными, научными и даже экономическими деятельностями Осетия. Осетия. Но Осетия еще для нас очень важная и любимая, потому что там общий корень, общий просто язык у нас. Не то, что сейчас они говорят по фарси, но Алане и Осетине, они говорят по осетинскому языку, который читается одна из иранских древних, семья просто иранских древних языков. Но еще большой потенциал для сотрудничества Осетия может играть очень серьезную роль. И в общем Кавказ может играть очень серьезную роль между Ираном и Москвой. Потому что географически эти республики, просто этот регион ближе к Ирану может играть роль коридора транзита из России в Иран и обратно. Я думаю, что у нас были хорошие встречи и мы будем следить за результатами, конечно, вот тех договоренностей, которые у нас были. Мы там и открыли неделю кино Ирана, и еще открыли там центр изучения персийского языка в Осетинском государственном университете. Не только Осетия, а вообще, я думаю, что большой потенциал у южных регионов России для сотрудничества с Ираном и с провинциями Ирана. Иран еще покупает зерно, пешеницы, зерно и так далее. Выращиваются они очень серьезно, южная Россия. Я надеюсь, что мы можем усилить отношения южной России с Ираном. Но еще Кавказ такой регион, что когда побываешь, не хочешь покидать.